Если мы с вами придерживаемся определения ноу-хау, которое у нас в гражданском кодексе, то у нас с вами три признака. Это потенциальная коммерческая ценность, неизвестность третьих лицам, и охраняется режимом коммерческой тайны. Но вот это неправильно, потому что может охраняться режимом конфиденциальности просто. Что это значит? Это означает, что если у вас есть массив информации, который может вам приносить деньги, и он неизвестен другим лицам, и вы его никому не рассказываете, охраняете конфиденциальностью, у вас появляется интеллектуальная собственность. Это же прекрасно. Почему? Потому что вам не надо идти в Роспатент, вам не надо оформлять патентных заявок, вам не надо идти депонировать. Вы просто это держите в сети, вы это лицензируете, вы это отчуждаете. Но с этим, дорогие мои хорошие, есть большая проблема. В том, что мало кто проверяет на визу своего ноу-хау. К сожалению, очень часто люди держат в кулаке ноу-хау и говорят, это круто, это ценно, мы первые, мы первые, мы первые. Но мало кто проверяет, что они первые. Я знаю общий вещь для всех индивидуально образовательных траекторий. Да. Так вот, постарайтесь проверить новизну. Как минимум, посмотрите научные работы. Может быть, извините, 10 лет назад это кто-то уже где-то публиковал, а вы сейчас собираетесь это лицензировать и отчуждать. И были случаи, когда налоговая инспекция оспаривала договоры на ноу-хау, поскольку могла в интернете найти эти сведения, которые вы лицензировали или продавали. Поэтому, пожалуйста, помните, что такая штука, как известно с третьим лицам, для ноу-хау обязательно. Еще один плюс ноу-хау. Да, конечно. Это даже если публиковал сам, да? Если прераскрыл всем, все. Там сколько авторских ценностей? Там уже полгода, да? Так, если задали этот вопрос, давайте разберем. Важный вопрос. Значит, когда мы с вами подаем патентную заявку, она у нас публикуется не сразу. Мы ее не видим. И это прекрасно. Мы ее можем отозвать, мы можем в нее ввести даже какие-то изменения, минимальные какие-то технические правки можем. Значит, дальше она публикуется в среднем через 14 месяцев. Но обязательно на 18 месяц должна опубликоваться. Но чаще раньше. Как только она публикуется, она попадает в этот паблик домейн, то есть становится общеизвестно. Если вы уже опубликовали патентную заявку, пожалуйста, дорогие мои хорошие, доведите до патента. Потому что иначе она уже попала в общее использование, и любое лицо может ее использовать. То есть она будет противопоставлена вам же, если вы попытаетесь ее снова запатентовать. Это очень важно. То есть если патентная заявка опубликована, она раскрыта всем, ее надо уже довести до стадия патента. Если это ноу-хау, она может жить, пока патентная заявка не опубликована. То есть мы охраняем режим ноу-хау, даже подали патентную заявку, она пока не опубликована, но как только она опубликуется, все, ноу-хау нет. Все, появился патент, появилась патентная заявка. Значит, в этой части, пожалуйста, помните, что если вы раскрыли содержание вашего технического решения и не сделали патентной заявки, у вас есть такая штука, называется льгота по новизне. Пожалуйста, про нее помните. Значит, она в разных странах разная. В России 6 месяцев, в Америке 12 месяцев. В течение этого периода времени вы можете обратиться в Роспатент, указать, что вы раскрыли содержание, допустим, на выставке в YouTube, в Альманахе, научной статье. Но срок не прошел, вы успеете оформить патентную охрану. Если вы опубликовали 6 месяцев про ТИК или ничего не сделали, извините, даже вашу собственную научную работу вам противопоставят, и вы патентную охрану не получите. Значит, коль скоро мы пошли в эту сторону, помните о том, что у вас патент 20 лет на изобретение, ноу-хау бесконечно пока сохраняется конференциально. Но ноу-хау в нашем языке в мире две кнопки нажал, ноу-хау вылетело на публикацию, все он потерял. Недобросовестный контрагент, недобросовестный работник, что-то еще случилось, произошло раскрытие, ноу-хау нет. Значит, нужно быстро пытаться получить патент, если это еще возможно, потому что не по всему ноу-хау можно получить патент. Это важный момент. Поэтому патентная защита остается для нас очень важной, в каких случаях, если мы выводим на рынок продукт, который можно разобрать. Уж простите меня за прямоту, называется обратный инженеринг. Если я этот кликер, который я, помните, запретентовал, вывожу на рынок, его можно распилить, понять, как он устроен, и только патентная охрана меня спасет. Если я оказываю услуги, которые никто не видит, как я делаю, допустим, я онкологию по слюне диагностирую в лаборатории, и никто это не видит, я могу жить в режиме ноу-хау, это очень сложно скопировать и очень сложно это сделать. Если я живу в режиме ноу-хау, а кто-то додумался и запатентовал мое решение, у меня остается право использовать, но ограничено только для себя, если я докажу, что я действительно это придумал до патентной заявки. право приждепользования можно доказать, что если право приждепользования, то себе забрать не надо. Нет, забрать не надо. Если другое лицо дошло до этого и спатентовало, у меня остается право приждепользования только для себя. Поэтому у нас с вами с одной стороны это ноу-хау, которое мы нигде не патентуем, никому не раскрываем, лицензируем и отчуждаем, а на другой стороне у нас с вами патентная заявка, которая ограниченный период времени действует, но зато если уж мы запатентовали, то никто другой уже запатентовать не может. А здесь у нас патент может появиться. Теперь очень важный момент для вас, как для людей науки, это соотношение авторского права и патентного права, не могу про это не сказать. Значит, что это означает? Это означает, что у нас авторское право, дорогие мои хорошие оформления, охраняет форму выражения. То есть внешнее, это, допустим, картинки, цвета, какой-то формы, что-то, что мы сделали с вами как дизайнеры, как авторы, какую-то форму выражения, но не суть. Привожу очень простой пример. Вы публикуете научную работу, если вы из научной работы продукт или способ не запатентовали, да, вы автор, но вы отдаёте это всем. Потому что вас будут цитировать, вашу работу будут цитировать, но если вы патент не получили, то вы не защитили саму суть. Никто и не получит ваши патенты. Патенты никто и не получит. Здорово. Абсолютно верно. Но вы не сможете коммерчески, то есть любое лицо сможет использовать, вы коммерчески извлекать и пресекать нарушения уже не сможете. А опенсорс продукты программы то же самое? Вот, опенсорс продукты то же самое, они так и действуют, они публикуются, используются всеми, но я вас прошу относиться скептически таким заявлением, типа Тефло отдаёт всем патенты, отдаёт опенсорсы. Это иногда делается, чтобы немножко разогреть рынок. Есть такие бизнес-модели, я на опенсорс открытую что-то открываю, чтобы просто рынок начал в этом направлении двигаться. Конечно, самые вкусные кусочки, потому что мы прибыль, мы деньги хотим вырабатывать, мы будем патентами. Поэтому, если я обычно студентом, вы видите, уже все продвинутые, но на всякий случай, обычно я студентам такой пример привожу, если мы с вами сейчас пишем блог, в блоге описываем, как приготовить какое-то блюдо. Вот как мы его описывали на фотографии истории, это авторское право, а рецепт этого блюда, это патент. И вы будете смеяться, такие компании, как Пепсика, или Мильдан, или Данон, они патентуют рецепт своих йогуртов, потому что они уникальны. Сегодня у нас йогурт с ревенью, завтра у нас йогурт с малиной, с крапивой, сегодня у нас йогурт с лимоном и с имбирем. И если они доказывают, что это соотношение действительно новое, то раз патент вздыхает и выдает патент, никуда от этого не деться. Поэтому вот такое соотношение. Авторское право храняет форму выражения, патентное право храняет суть. Про нам у кого тоже поговорили. Значит, патентные исследования. Вы, как люди науки и бизнеса одновременно, должны знать про способы использования патентной информации. Это невероятно ценная штука. И, может быть, вы слышали о том, что в Яндекс.Патенты был запущен такой портал, а до этого действовало продолжать действовать Google Патенты. Что это такое за информация? Значит, когда компании по всему миру подают патентные заявки, эта штука достаточно обременительная и дорогостоящая. То есть, они платят D&G эту компанию, заявителям, патентам поверенным и своим работникам, для того, чтобы правильно составить верную патентную заявку. При этом оплачиваются патентные пошлины, которые за рубежом еще выше, чем в России. Если мы с вами смотрим, а информация становится публичной, если мы с вами смотрим, чем занимается наш конкурент, какие заявки он подает, в какие страны он подает, какие работы он цитирует, на основании этой информации можно делать так называемую патентную аналитику. То есть, еще их называют патентной ландшафтой. Давайте об этом поговорим. Потом у вас презентация эта будет, вы сможете почитать. Значит, определения я буду пролистывать. Давайте немножко поговорим о патентной ландшафте. На сайте WIPO есть целый раздел о патентных ландшафтах. Это такие карты. Почему они называются ландшафтами? Потому что это карты технологий. В этих картах своего рода медианами объединены точки. Эти точки – это патенты и научные работы, которые друг друга цитируют. И можно увидеть, как в какой-то области, допустим, мы с вами берем 3D-печать, как мы сегодня о ней говорили, и мы пошли в сторону с вами 3D-печать органов. Знаете, что у нас мышки щитовинку вырастили здесь? Опа, она побегала недельку, умерла, но жила. Немножко, но жила. Так что, в общем, когда-нибудь мы научимся растить органы. Это наше будущее. Значит, мы смотрим, что у нас на этой карте растет направление по 3D-печати именно органов. И там очень много точек, очень много точек. А ваша технология, допустим, попадает в какую-нибудь равнину и низменность. Это вопрос. Либо туда никто не ходит, потому что никому там не коммерчески интересно, и вы нашли там, может быть, 100 ушей, то есть вообще что-то принципиально новое будете развивать технологии. Или она вообще, извините, никому не интересна, потому что были научные работы, и все, но инвизны нет. Поэтому вот эта карта, она очень полезный инструмент. Вопросы, на которые патентная аналитика отвечает. Актуальна ли вообще ваша технология? Сейчас в тренде или нет? А то, может быть, весь рынок падает, а вы туда пошли, и вы пытаетесь что-то там делать. На какие рынки вы выходите? Куда пошли ваши конкуренты? Допустим, вы патентовали в Америке, в Китае, в Европе, а ваши конкуренты все идут в Израиль. Значит, что-то есть такое про Израиль, что они знают, а вы не знаете. И вы можете скорректировать стратегию патентной охраны зарубежной, исходя из ваших рынков. Куда вам идти? Что конкуренты патентуют? Есть ли новые игроки? То есть, кто пришел с какими заявками? И в каком направлении целесообразно инвестировать его по ресурсам? Значит, это очень хорошая штука. Пожалуйста, прочитайте про патентные ландшафты. И это не просто проверка патентспособности, что на техническое решение можно запатентовать. Нет, а это именно аналитика в общем мировом масштабе. Помните, я вам в самом начале говорил, что наши патентные ведомства все, и российские, и зарубежные проверяют мировую новизну по всему миру. И вы также увидите слез по вашей технологии по всему миру и сможете это сделать даже самостоятельно, хотя бы просто поигравшись с базой Яндекс.Потян. Это по первому этапу. По первому этапу есть вопросы? У нас с вами впереди еще 45 минут, он же взял перекур. Хотите? Нет. Давайте немножко озанемся. Ну хотя бы. Ну хотя бы не 45. Обычно тут половина будет уже там на новых местах. Надо время не удавить. 5 минут. 5 минут. Перекур. Да. И потом изучить. У нас же получилось 2 минут опять. Поехали. Спасибо.